Привет, ребята! Сегодня я хочу вам рассказать, почему стоит или не стоит поступать на американистику, на лингвистику. Вообще, по моему опыту, я считаю, что стоит поступать тем людям, кто правда готов, кому нравится английский язык, кто готов связать с ним всю свою дальнейшую профессию, потому что вы будете посвящать столько времени английскому языку, что никакой другой профессии, мне кажется, вам уже потом просто не захочется. Поэтому, если вы действительно любите английский язык, если вы хотите связать с ним всю свою жизнь, думать на английском, видеть сны на английском, я не знаю, разговаривать просто, постоянно погружаясь в жизнь, вот в эту вот именно американскую жизнь, американскую культуру, то я считаю, что да, вам точно следует. Одна проблема, приятная проблема в том, что мы, наша, по крайней мере, группа, под конец года начала просто думать на английском, и нам уже немножко сложно выразить свою мысль на русском, потому что ты говоришь, и у тебя мысли приходят сначала на английском, и тебе нужно трансферировать их на русский язык у себя в голове, но это приятный бонус, я считаю. Из плюсов этой программы, я думаю, учителя, потому что они решают, мне кажется, главную, основную роль, не основную, но одну из основных ролей, потому что они у нас очень понимающие люди, и если мы, например, устали, или у нас какие-то проблемы в жизни, то они нас всегда поймут, поддержат, иногда, не часто, иногда, они могут даже разрешить нам что-то вот чуть-чуть не делать, но это не стоит этим злоупотреблять. Так вот, ещё из плюсов, это полное погружение в английский язык, потому что вы будете слушать песни на английском, петь их, учить тексты, составлять диалоги, разговаривать постоянно на английском, что ещё, смотреть фильм, я не знаю, говорю, погружаться в эту культуру просто полностью, и американская культура, на самом деле, очень сильно меняет человека, потому что мы, по крайней мере, наша группа, мы стали более добрыми, я не знаю, постоянно хотим говорить людям комплименты, улыбаться, потому что это часть американской культуры, в которой мы фактически находимся каждый день, и наши учителя, они делают всё, чтобы погружать нас в эту культуру, от организации встреч с американцами, с настоящими американцами, до просто вообще всего, что можно. Но вам не стоит... А, ну вообще есть американский вариант и есть британский вариант, поэтому вы должны выбрать, что вам ближе. На американском варианте, как мне кажется, больше веселья, больше каких-то мероприятий, ну, не в обиду, конечно, британцам, британский вариант тоже хорош, вам нужно посмотреть, какой акцент вам ближе. Вот. Вообще, я считаю, что если вы решили, то вы не пожалеете, потому что я ни капли не жалею, что я сюда поступила. Вот. Спасибо за внимание. Но вам придётся очень много работать, потому что домашнего задания очень много, учить нужно будет очень много, но в нашей профессии, в принципе, без этого никуда. Так что будьте готовы, как говорится. И всё. Спасибо за внимание.